приветствую дорогие друзья это диктатура закона меня зовут рахим галиев же сулан сегодня мы разъясняем нормы законодательства которые касаются взыскания штрафов с автолюбителей типичная и знакомая для всех ситуация собрался продавать машину поехал спец он а там вам заявляет что за авто штраф пока не заплатите с учета не снимут и тут вы начинаете вспоминать что где когда нарушили просите разъяснений вам предъявляет бумажку в которой написано что два года назад вы были оштрафованы экипажем дорожной полиции за нарушение правил дорожного движения что делать в такой ситуации первое что приходит на ум это пойти и заплатить но оказывается не всегда возможны ситуации когда расставаться с деньгами совсем не обязательно причем это вполне на законных основаниях и какие законные основания разберем сегодня сейчас в этом видео наша юридическая контора по этому поводу инициировал официальный запрос в мвд сегодня пришел ответ с комитета административной полиции давайте обратим внимание на его основные моменты соответствии с пунктом 4 статьи 889 кодекса об административных правонарушениях судья орган должностное лицо вынесшая постановление о наложении административного взыскания или орган оформивший предписание о необходимости уплаты штрафа прекращает исполнение постановления предписание освобождает от административного взыскания если оно не было приведено в исполнении в течение года со дня его вступления в законную силу и так друзья звучит не сразу понятно поэтому разберемся детально так как здесь кроется вся суть давайте разберем как вообще взыскаются штрафы приведение в исполнении постановления наложения штрафа производится следующим образом для начала нарушителю дается 30 дней для того чтобы он добровольно оплатил данный штраф в течение 30 суток через банк можно заплатить половину штрафа при ускоренном рассмотрении дела в течение 10 дней но кроме тех которые зафиксированы автоматической видеофиксации ну условно сложилась такая ситуация что водитель не заплатил по долгам прошло 40 дней что делается в этом случае в этом случае при неуплате штрафа добровольно порядке ваше дело передается в органы которые занимаются взысканием это специальное подразделение мвд либо судебные исполнители и уже они в свою очередь под направляют такое постановление о штрафе в администрацию организации где работает нарушитель для того чтобы взыскать данную сумму штрафа заработной платы со стипендией с пенсии и так далее принудительном порядке и такое удержание производится в строк не превышающий 6 месяцев ну а если выясняется что физическое лицо которое подвергнуто штрафу нигде не работает или взыскание штрафа из его заработной платы невозможно по каким-то причинам то такое предписание либо постановление наложения штрафа направляется судебному исполнителю для возбуждения исполнительного производства согласно части 3 статьи 894 кодекса об административных правонарушениях если физическое лицо подвергнутое штрафу не работает или взыскание штрафа и заработной платы или иных доходов невозможно по другим причинам постановление о наложении штрафа предписание о необходимости уплаты штрафа направляется судом уполномочным органом вынесем по данное постановление судебному исполнителю для принудительного исполнения в порядке предусмотрен законодательством республики казахстан еще один момент который стоит запомнить если постановление о наложении административного штрафа вступила в законную силу но суд или подразделение мвд по какой-то причине не направила такое постановление органам которые обязаны заниматься взысканием штрафа принудительном порядке в течение одного года то такое постановление не подлежит исполнению а лицо вправе этот штраф не оплачивать отсюда вывод год прошел можно не платить но а с камерами там ситуация попроще согласно пункту 1 статьи 62 кодекса об административных правонарушениях лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения то есть как вы поняли речь идет о сроках давности так вот и в случае если административное правонарушение зафиксировано приборами которые работают в автоматическом режиме то дело об административном правонарушении считается возможен и с момента надлежащего доставления уведомления либо извещению данному нарушителю на адрес ну а если у вас такого уведомления нет то такое административное производство подлежит прекращению за истечением срока давности правонарушения ну а говоря простыми словами если по какой-то причине такое предписание было вынесено позже а так называемое письмо счастья пришло на ваш почтовый ящик спустя два месяца то водитель привлечению к административной ответственности не подлежит это были правовые советы от диктатуры закона мы настоятельно рекомендуем вам соблюдать правила дорожного движения и не допускать нарушения закона сбережете нервы время и само собой деньги вот собственно и все что хотели мы сегодня вам рассказать надеемся что информация была для вас полезна подписывайтесь на этот канал здесь еще будет много подобных видео пока помните что правое государство начинается с вас увидимся